Третий апрельский субботник по благоустройству в городском округе Щёлково состоялся в очередной раз коммунальной службы. Сотрудники учреждений и жители вышли на уборку общественных пространств, оскопившегося за зиму мусором. Желающих потрудиться обеспечили инвентарём. Посвятить несколько часов уборке территорий, что может быть лучше. Совсем скоро здесь, на этом месте возникнет парк, был устроен над дорожками и прилегающей территорией. Сегодня здесь проходит субботник, который принимает участие и администрация, и местные жители. Жители Чкаловского обращались и просили встречи, так как на территории этого района есть проблемные объекты. Меня радует то, что здесь общественные организации сегодня вышли, пусть немного, но жители. Я думаю, что это очень хороший подспорь и вклад в наведение порядка в месячные благоустройства. В будущем парке помогали наводить в порядок службы озеленения и благоустройства управляющие компанией, авиаторы, члены общественной организации ветеранов вооружённых сил, воины афганской чеченской компании из организации «Боевое братство». Наводим порядок на своей территории, называется. Надо здесь за собой убирать. Что для вас субботник? Праздник, да? Да. Вкус общественно полезного дела прочувствовали и дети, ученики 11-й школы имени Титова и воспитанники отряда «Витязь» и движения «Юнармия». Здесь было очень грязно, но мы вышли на помощь, и теперь здесь более чисто. Если мы уберёмся, то будет вообще очень замечательно, чисто, аккуратно, будет очень приятно здесь гулять. На субботнике работала коммунальная техника. Древесные ветки и мелкие стволы дробили прямо на месте в щупу. Остальное мусор, стопившийся по берегам и внизу по ручью, собирали в мешки. Хорошо, что администрации, все, кто приехал, поддержать инициативу по уборке. И надеюсь, что по дальнейшему благоустройству нашей территории. После субботника Сергей Горелов пообщался с жителями. Рассказал о перспективах строительства ЖК «Горизонт». На сегодняшний день 75% уже работ выполнено. Эта проблема, она находится, конечно же, на контроле в правительстве Московской области. Я давал поручение своему заместителю по строительству Никулина Никите Александровича. Мы с ним согласовали обращение к инвесторам, чтобы они рассмотрели возможность достроить этот жилой комплекс. Ну а мы в качестве компенсации рассмотрели выделение каких-то участков. На сегодняшний день знаю точно, что два инвестора откликнулись, взяли документацию на проработку. В этом году по планам должно начаться строительство пристройки к 11-й школе. Долгожданный для чкаловцев проект. Требует корректировки расписания движения автобусов по 1, 9 и 50 маршрутам. Этот вопрос, заданный на встрече, перенесён в администрацию, где о планах работы в 2019 году расскажут сами перевозчики. Ждёт переменный чкаловский парк, за благоустройство которого на портале Добродел проголосовали 4 тысячи жителей. Вопрос о реконструкции чкаловского парка будет решаться в 2020 году. В этом году нет. Потому что ещё с областью не определились по финансированию, по софинансированию. Но в 2020 году, я думаю, что к этим работам перестудим. За субботник силами более 3 тысяч сотрудников предприятий и полутора тысяч жителей с использованием 80 единиц техники с улицы округа вывезено более 700 кубометров мусора. Заключительный субботник, 20 апреля, должен получиться ещё более масштабным с полевой кухней и музыкальным сопровождением. Михаил Налётов, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щёлково».